На нашем пятом занятии мы поговорим о скорости движения, также разберем обгон, встречный разъезд, поговорим об остановке и стоянке и разберем, когда нам нужно применять знак аварийной остановки и аварийную сигнализацию. Давайте поговорим о скорости движения, то есть разберем с какой скоростью, на каких дорогах мы имеем право двигаться, также разберем факторы, которые влияют на выбор оптимальной скорости. Для начала, можно ли двигаться слишком маленькой скоростью? Можно двигаться слишком маленькой скоростью, если мы не создаем при этом помех другим участникам дорожного движения. Немного давайте поговорим о факторах, которые влияют на выбор оптимальной скорости. Что нужно учитывать при выборе скорости? Первое. Это расположение дороги. Где располагается дорога? То ли она в населенном пункте, то ли она вне населенного пункта. Скоростные ограничения мы с вами тоже сейчас разберем. Также, какие еще факторы влияют на выбор скорости? Допустим, техническое состояние автомобиля. Будет ли влиять на выбор скорости? Конечно же, будет. То есть в зависимости от технического состояния автомобиля вы будете уже ехать с той скоростью, с которой это будет безопасно. Также влияет на выбор скорости состояние покрытия. То есть нужно учитывать, в каком состоянии проезжая часть находится. То есть если есть выборы на ухабы, соответственно, вне населенного пункта, вы не будете двигаться со скоростью 90. Соответственно, просто этого будет невозможно сделать. Также нужно учитывать условия видимости при выборе оптимальной скорости. Приведу небольшой пример, чтобы было понятней. Допустим, если вы управляете автомобилем вне населенного пункта, двигаетесь со скоростью 90 км в час в темное время суток на ближнем свете фар. Будет ли это безопасно или нет? Вот это будет небезопасно. Но с чем это связано? Именно с условиями видимости. Потому что при скорости 90 км в час ваш остановочный путь будет примерно метров 70. А на ближнем свете фар вы видите только на 50 метров. То есть получается, при обнаружении опасности вы просто не сможете до нее остановиться. Поэтому нужно как выбирать скорость, исходя из условий видимости? Ваш остановочный путь должен быть меньшим просматриваемым расстоянием. То есть вы должны видеть дальше, чем сможете остановиться. То есть вот такие простейшие факторы нужно учитывать при выборе скорости. Допустим, в населенном пункте при движении в плотном потоке мы должны учитывать интенсивность движения. То есть двигаться с той скоростью, как и весь поток. То есть ваша скорость должна равняться нулю по отношению к соседнему автомобилю. И тогда вероятность попадания в ДТП будет невелика. Фактор рассмотритель. Давайте теперь рассмотрим общее ограничение скорости. То есть на каких дорогах и где с какой скоростью можно двигаться. Первое. У нас есть такая дорога, обозначенная знаком 5.1 автомагистраль. На данной дороге разрешенная максимальная скорость это 110 км в час. На автомагистрале с прицепом можно двигаться со скоростью не более 90 км в час. На других дорогах вне населенного пункта разрешенная максимальная скорость это 90 км в час. С прицепом минус 20 км в час получается можно двигаться со скоростью не больше 70 км в час. При перевозке групп детей, тяжеловесных, опасных грузов разрешенная максимальная скорость на таких транспортных средствах не должна превышать 60 км в час. В жилых зонах можно двигаться не более 20 км в час. В населенных пунктах не более 60 км в час. А вот при буксировке механических транспортных средств скорость на любых дорогах не должна превышать 50 км в час. То есть вот такие общие ограничения максимальной скорости. Что касается мотоциклов. Вот мотоциклы на любых дорогах не должны превышать скорости 90 км в час. Что и вне населенного пункта, что и на автомагистрале. То есть вот такие простейшие максимальные ограничения, которые мы уже знаем. Давайте также рассмотрим на этом занятии следующую тему. Это обгон и встречный разъезд. То есть разберем правила выполнения обгона и так далее. То есть какие действия нужно будет выполнять при выполнении обгона. Для начала общие моменты. Обгон справа транспортных средств запрещен. Кроме единственного исключения. Когда транспортное средство приступило, именно приступило к повороту налево, либо развороту. Теперь давайте разберем поэтапно. Как выполняется обгон. Для начала перед выполнением обгона. Мы должны убедиться, что выезжая на встречную полосу, у нас будет достаточно расстояния и хватит времени для выполнения обгона транспортного средства. И при выполнении обгона мы не должны создавать помех тем, кто двигается без изменения направления. Также мы должны убедиться, что нас никто не обгоняет. То есть сзади нас транспортное средство не приступило к выполнению обгона. Также мы должны убедиться, что впереди идущее транспортное средство не приступило к выполнению какого-либо маневра. Допустим, либо объезда, обгона, поворота налево, либо разворота. При выполнении любых этих действий транспортное средство будет смещаться в левое. И ваше нахождение там совсем не обязательно. То есть разобрали, есть ли у нас достаточно времени и хватает расстояния. Следующее действие. То есть убедились, нас не обгоняет, спереди все нормально. Мы включаем поворотники. При этом мы должны убедиться, что нас никто не обгоняет. То есть мы включили поворотники, дали несколько раз сработать поворотником и выполняем перестроение. Но здесь также нужно учитывать, как лучше поступить. При выполнении обгона либо лучше подъехать поближе к переде идущему транспортному средству, либо сначала перестроиться, а потом совершить опережение. Вот в данном случае более эффективным будет сначала перестроиться, а потом совершать опережение. Так как если вы подъедете поближе к переде идущему транспортному средству, то у вас обзор сузится и вы не сможете контролировать ситуацию, что происходит спереди. Таким образом, значит мы включили поворотники, перестраиваемся, потом опережаем транспортное средство, но при этом мы также должны были учесть, хватит ли нам места вернуться в занимаемый ряд. То есть это тоже обязательное условие. Чтобы не попасть в такую ситуацию, также заранее нужно будет это предусмотреть. То есть такие простейшие правила выполнения обгона. Их кажется много, но на практике это все происходит буквально в миг один. Так как маневр у нас обгон получается тоже небезопасным, также будет и запрета на выполнение обгона. Давайте поговорим, в каких местах нам запрещено будет обгонять. Первое. На ЖД переездах. Обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе 100 метров перед ним. Сразу же за железнодорожным переездом обгон разрешен, если нету соответствующих запрещающих знаков. Также обгон запрещен на пешеходных переходах, но только при наличии на них пешеходов. Если пешеходы отсутствуют, обгон получается на пешеходных переходах можно совершить. Также обгон запрещен в местах с ограниченной видимостью. Ограниченная видимость – это видимость дороги менее 100 метров. То есть получается на крутых поворотах. Также это касается и подъемов. Обгон запрещен в конце подъема и только с выездом на полосу встречного движения. То есть на подъемах можно обгонять, если у вас есть видимость в 100 метров. А в конце подъема обгон запрещен. Также нужно поговорить по перекресткам. Вот обгон запрещен на регулируемых перекрестках с выездом на полосу встречного движения. Получается, если мы не выезжаем на полосу встречного движения, на регулируемой перекрестке можно совершить обгон. Что касается нерегулируемых перекрестках. Вот обгон на нерегулируемых перекрестках запрещен, если вы двигаетесь по второстепенной дороге. Двигаясь по главной дороге, обогнать на перекрестке можно. То есть, такие простейшие запреты. Также в разрезе этой темы нужно поговорить о встречном разъезде, то есть как разъезжаться при затрудненном встречном разъезде. Поговорим об узких участках дорог, то есть узкие мосты, либо узкие участки дорог. Уже в предыдущих темах мы встречались с знаками, которые регулируют очередность проезда узких участков дорог. То есть это знак преимущества встречного движения, преимущества перед встречным. Если есть знаки, то здесь все просто. Они регулируют очередность встречного разъезда. Но если же нет знаков, как разъезжаться при затрудненном встречном разъезде? Здесь все просто. То транспортное средство, у кого на пути помеха, должно уступать тому, кто двигается без помех. То есть если у вас возникает на пути препятствие, вы должны будете пропустить транспортное средство, которое двигается со встречного направления. Но однако же, если при затрудненном встречном разъезде на подъемах и спусках разъезжаться, то в данном случае уже уступать будет тот, кто двигается на спуск. То есть при затрудненном встречном разъезде на подъемах и спусках уступает тот, кто двигается на спуск. С чем это связано? Это объясняется легко. Тем, кто двигается на спуск, легче тронуться. То есть получается, если вы поднимаетесь в горку, у вас на пути помеха. Если вы остановитесь, то небольшой гололёд, вы просто-напросто не сможете начать движение. Поэтому на спусках и подъёмах при затруднённом встречном разъезде уступает тот, кто двигается на спуск. На этом занятии давайте также рассмотрим применение знака аварийной остановки и аварийной сигнализации. То есть в каких случаях нам нужно будет включать аварийную сигнализацию. Давайте разберём. Первое – это при ДТП. В случае, если кто-то попадает в ДТП, он обязан включить аварийную сигнализацию. Также нужно будет включать аварийную сигнализацию при буксировке на буксируемом транспортном средстве. Включается аварийная световая сигнализация. Также аварийная световая сигнализация включается во время ослепления водителя встречным либо попутным транспортом. В данном случае нам нужно будет включить аварийную сигнализацию и остановиться, не меняя полосы для движения. Еще есть нестандартное применение аварийной сигнализации. Это при посадке и высадке детей на транспортных средствах, которые осуществляют перевозку групп детей. В этом случае также включается аварийная световая сигнализация. И еще включается аварийная световая сигнализация в иных случаях, если ваше транспортное средство представляет какую-то угрозу в движении другим участникам дорожного движения. Также мы обязаны включать аварийную сигнализацию при вынужденной остановке в местах, где это запрещено. То есть, если вы совершили вынужденную остановку в зоне действия знака, 3.27 остановка запрещена, вы должны будете включить аварийную световую сигнализацию. Теперь давайте разберем применение знака аварийной остановки. Как он выглядит, все знают. Треугольник с красными светоотражающими краями. В каких случаях нужно будет выставить знак аварийной остановки? Первое. При ДТП. Второе. То есть, можно запомнить просто. А в знак аварийной остановки выставляется в тех же случаях, когда включается аварийная световая сигнализация. Но есть одно нестандартное применение знака аварийной остановки. Знак аварийной остановки должен закрепляться на задней части буксируемого автомобиля, если неисправна аварийная световая сигнализация. Также давайте на этом занятии поговорим о применении спецсигналов. То есть, поговорим о проблесковых маячках, которые устанавливаются на транспортных средствах и звуковых сигналах. То есть, на каких транспортных средствах устанавливаются какие маячки и какое преимущество движения при включении данного маячка дается транспортному средству. Разберем первые маячки. Это маячки синего цвета и синекрасного. Действуют они одинаково. На каких транспортных средствах устанавливаются маячки синего цвета? На транспортных средствах, которые при необходимости должны добраться до объекта по кратчайшему пути и за короткий промежуток времени. Включение данного маячка дает некоторое отступление от правил. Разберем, на каких транспортных средствах. Это противопожарная служба, милиция, служба газа, МЧС. Тем транспортным средствам, которым нужно будет добраться в кратчайшее время до объекта. Маячки синий-красного цвета. На каких транспортных средствах устанавливаются? На транспортных средствах ГИБДД, то есть инспекции. И также устанавливаются на транспортных средствах военной инспекции. Давайте разберем, какие преимущества дает включение данных маячков. То есть, как уже сказал, синий и синий-красный маячок действуют одинаково. Вот запомните, что включение маячков синего либо синий-красного не дает преимущества никакого движения такому транспортному средству. Оно дает только некоторое отступление от пунктов в правилах. Давайте разберем. При включении синего либо синий-красного маячка можно будет отступить от всех пунктов правил, кроме обязанности водителя. То есть, все документы, состояние водителя должны быть в должном образе. И также нельзя отступать от них от требований, которые предъявляются к световым приборам. То есть, ночью, в темное время суток, при включении маячка, он все равно должен соблюдать требования по световым приборам. Также нельзя отступать от требований, которые предъявляются при выставлении знака аварийной остановки и аварийной сигнализации. И также нельзя нарушать требования регулировщика. То есть по требованию регулировщика данное транспортное средство должно будет тоже остановиться. То есть, значит, включение синего и синекрасного мачка не дает никакого преимущества в движении, а дает просто отступление от правил. Что же дает тогда преимущество в движении? Вот преимущество в движении дает звуковой сигнал, который применяется одновременно с ключным маячком синего либо синекрасного цвета. Вот в данном случае при применении звукового сигнала и маячка такое транспортное средство имеет преимущество в движении. В данном случае уже водители должны будут уступать такому транспортному средству в движении, то есть не создавать ему помех. Давайте разберем несколько ситуаций с применением маячков синего либо синекрасного и звуковых сигналов. То есть ситуация следующая. Если вы подъезжаете к транспортному средству, на котором включен маячок синего цвета, что вы должны будете делать? Вот в данном случае вы обязаны снизить скорость и быть готовы остановиться по требованию сотрудников, если вдруг им понадобится какая-то помощь. Что касается, если вас догоняет транспортное средство с включенным маячком синего цвета, либо синекрасного и звуковым сигналом. В данном случае ваша задача просто поменять полосу для движения и не создавать помех в движении такому транспортному средству. А вот можно ли обгонять транспортное средство с включенным маячком и звуковым сигналом? Вот в данном случае обгонять такое транспортное средство нельзя. И еще рассмотрим еще одну такую ситуацию. А вот за непредоставление преимущества такому транспортному средству с включенным маячком синего или синекрасного цвета и звуковым сигналом предусмотрены санкции в размере штрафа небольшого. А вот если вы не предоставите преимущества транспортному средству с включенным маячком синего или синекрасного цвета звуковым сигналом, и если на таком транспортном средстве нанесены сфотографические схемы, то в данном случае санкции уже предусматривают изъятие водительского удостоверения. То есть по синему и синекрасному маячку. Все, давайте рассмотрим следующий маячок. Маячок это маячок желтого цвета либо оранжевого цвета. На каких транспортных средствах устанавливается такой маячок? На транспортных средствах, которые выполняют дорожные работы. И также на транспортных средствах, которые перевозят крупногабаритные грузы. Давайте рассмотрим, какое преимущество в движении и вообще дает ли маячок желтого цвета преимущество в движении. При включении желтого маячка, либо оранжевого, таким транспортным средством можно отступить всего лишь от некоторых пунктов правил. Давайте их рассмотрим. То есть можно отступать от требований всех дорожных знаков, кроме знаков приоритета. То есть получается, если у него на пути следования стоит знак «Уступи дорогу», значит он должен выполнять требования данных знаков. Также нельзя отступать от требований некоторых запрещающих знаков, что касается обгона и обгона грузовым транспортным средством. И также требования запрещающих знаков, которые ограничивают массу, длину, ширину и так далее. То есть все 7 знаков, которые вводят ограничения по массе, длине, нагрузке по осям и так далее. И также при включении желтого маячка можно отступить от требований, которые предъявляются к расположению транспортного средства. То есть расположение, как располагать свое транспортное средство на проезжей части. То есть при выполнении дорожных работ, если транспортное средство едет хоть и меньше 40 км в час, оно может ехать по второй и по третьей полосе. И также при включении желтого маячка можно отступать от требований, которые будут предъявляться к дороге автомагистраль, о которой мы немного попозже поговорим. То есть получается, что просто от некоторых пунктиков можно отступать при включении желтого маячка. Преимущество в движении, включение желтого маячка, не дает никакого. Давайте рассмотрим следующий маячок. Это маячок белолунный, белолунного цвета. На каких транспортных средствах устанавливается такой маячок? Такой маячок устанавливается на транспортных средствах, которые перевозят ценности. То есть, в частности, инкассаторские машины. Разберем, какие же преимущества дает включение белолунного маячка. Здесь все просто. Никакого преимущества при включении белолунного маячка транспортное средство не получает. И не разрешается отступать ни от одного пункта правил. То есть, тогда для чего устанавливается белолунный маячок? Он включается только во время нападения на такое транспортное средство. И включается для того, чтобы привлечь внимание соответствующих служб. Давайте также на сегодняшнем нашем занятии мы рассмотрим тему остановка и стоянка. Для начала нужно обязательно вспомнить определение, что такое остановка и что такое стоянка. То есть, остановка – это прекращение движения по времени до 5 минут. Но, как мы уже говорили, время не главное. Главное – выполняемые действия во время остановки. То есть, если производится посадка-высадка пассажиров, либо погрузка-разгрузка товаров, остановка может продляться и час, и два, и более. Соответственно, стоянка – это прекращение движения по времени более 5 минут. Но не выполняется никаких действий. Давайте разберем, где же мы можем совершать остановку и ставить автомобиль на стоянку. Они одинаковые, общие принципы выбора. То есть, первое. Ваше транспортное средство не должно создавать никаких помех другим участникам дорожного движения. И не важно, какие это помехи. То есть, перекрывать выезды со дворов, создавать помехи в движении пешеходов, либо закрывать светофоры, знаки и так далее. Также нужно вспомнить строение дороги. То есть, какой элемент из дороги наиболее удобный для остановки и стоянки. Если вспомнить, то этот элемент дороги – обочина, как раз предназначенная для остановки и стоянки транспортных средств. То есть, таким образом. И можно располагать вне обочины свое транспортное средство, то есть, совершать остановку и стоянку. Если ее нет, то на проезжей части. И всегда ориентировать свое транспортное средство во время остановки и стоянки нужно параллельно тротуару, либо обочине, в один ряд. В два ряда можно ориентировать только мотоциклы без бокового прицепа. Иными способами ориентировать свое транспортное средство можно в местных уширениях, карманах. То есть, в местных уширениях, либо карманах, можете по-любому ориентировать свое транспортное средство. Если же есть знаки «Способ постановки транспортных средств на стоянку», знаки дополнительной информации, то нужно будет ставить свое транспортное средство именно только таким способом, как указано будет на данном знаке. Давайте разберем, где запрещена остановка и стоянка. То есть, первое, начнем с остановки. Остановка запрещена на железнодорожных переездах, то есть границы ЖД-переезда мы знаем. Также запрещена остановка ближе 5 метров до шлагбаума перед ЖД-переездом, если отсутствует шлагбаум, то за 10 метров до ближайшего рельса. Также остановка запрещена на трамвайных путях и в непосредственной близости, если это вынудит, вернее создаст помехи в движении трамваев. Также давайте разберем наглядно на примерах, где еще запрещена остановка. То есть первое. Остановка запрещена на проезжей части, если от вашего транспортного средства до сплошной линии разметки, либо до разделительной полосы, либо до противоположного края проезжей части менее 3 метров. Также остановка запрещена на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед пешеходным переходом. Сразу же за пешеходным переходом остановка разрешена. Остановка запрещена также в ненаселенных пунктах с левой стороны дороги. На любых дорогах в ненаселенного пункта с левой стороны остановка и стоянка запрещена. С левой стороны можно останавливаться и ставить автомобиль на стоянку только на двух дорогах. Это на дороге с односторонним движением, можно ориентировать свое транспортное средство с левой стороны. И также на двухсторонней дороге, но только которая имеет две полосы для движения. То есть по одной в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. То есть в расположении мы тоже это рассмотрели. Давайте рассмотрим следующее. Также остановка запрещена на участках дорог с ограниченной видимостью. Опять-таки с ограниченной видимостью, но только на проезжей части. Если мы ориентируем свое транспортное средство на обочине, то остановка в таких местах разрешена. Значит запомнили, что в местах с ограниченной видимостью остановка запрещена только на проезжей части. Также остановка запрещена на пересечениях проезжих частей и ближе 5 метров до них. То есть на перекрестках и за 5 метров до границ пересечения проезжих частей остановка запрещена. Также нужно будет вспомнить про вынужденную остановку. Если мы совершаем вынужденную остановку в местах, где это запрещено, мы обязательно выставляем знак аварийной остановки и также должны будем включить аварийную сигнализацию. Давайте поговорим еще. Остановка запрещена на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, если на этой дороге менее трех полос для движения в каждом направлении. То есть получается, если у нас дорога имеет три полосы и более для движения в каждом направлении, то остановка будет разрешена в этих местах. Если же менее, то остановка будет запрещена. Также остановка запрещена в тоннелях. То есть все примеры по остановке по запрету рассмотрели. Давайте разберем, где же запрещена стоянка. Стоянка. Здесь все просто. Стоянка запрещена там же, где и остановка. То есть в тех же местах. Но есть небольшое исключение. То есть стоянка запрещена на железнодорожных переездах и ближе 50 метров до него. То есть стоянка запрещена с обоих сторон до ЖД переезда не ближе за 50 метров. То есть если нету 50 метров, уже автомобиль на стоянку ставить нельзя, в отличие от остановки. Также еще остановка запрещена в местах остановок маршрутных транспортных средств. И не ближе 15 метров до обозначенной остановки. То есть знака места остановки маршрутных транспортных средств. То есть давайте теперь разберем про стоянку. Где запрещена стоянка. Стоянка запрещена в тех же местах, где и остановка. Но есть небольшое отступление. Стоянка запрещена на ЖД переездах, то есть на железнодорожных переездах, и ближе 50 метров до них, с обоих сторон. А остановка у нас была запрещена только на ЖД переезде, за 5 метров до шлагбаума, либо за 10 метров до ближайшего рельса. То есть только одно отличие. Также нужно вспомнить и о вынужденной остановке. Еще раз повторимся, то что если вы совершили вынужденную остановку в местах, где это запрещено, мы должны будем выставлять знак аварийной остановки и включать аварийную сигнализацию.